Приветищи! Это всё Бнатика, это горящая Аврора, это моя штаб-квартира водяная, а вон там вот у нас севшая... Вот это вот, а вот это у нас севший циклоп. И вот так вот. Всё. Пускай это всё дело теперь заряжается. Сколько же много пожирает батареек циклоп? О, смотри-ка, радио запеликало. Оно уже сто дней как не пеликало. Чё там, чё там? Оу, инопланетное какое-то сообщение. А можно мне расшифровать, пожалуйста? Ладно, фиг с ним, с этим радио. Полезли лучше на второй этаж в наш огроменный аквариум. Мы же туда кое-что принесли с тобой. Входим в аквариум. Так, значит, у нас есть вот такие вот яйца. Одно такое любопытное. Выкидываем. И два вот таких смешных. Тоже выкидываем. Вот так. Оу, 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 оу. Ты посмотри на это яйцо. Чё с ним происходит? Нифига себе, как оно пульсирует. Жесть. Эти, кстати, тоже запульсировали. Смотри. Смотри, как пульсируют. Забавные такие. Ладно, посмотри. Вот этот вообще прикольный. Смотри, какой он классный. Ути-пути. Ню-ню-нюшка. А этот у нас... А, этот такой же. Ладно, посмотрим, чё из них вырастет. Я ж вспомнил, мы с тобой фоторамочку нашли. Вот такую вот. Давай-ка её сейчас забубяхаем куда-нибудь. Только куды. Во, вот сюда. На зелёную стеночку. Сейчас мы её поставим. И попробуем туда чего-нибудь загрузить. Посмотрим, как всё дело работает. Открываем наш фотоальбом. О, а у меня нифига и нету. Так, а чё если мы сделаем сейчас с тобой первую фоточку? Вот так. Снимок сохранён. О, вставляем. Загружаем. Ну-ка. Ты прикинь, фоторамочка-то работает. Давай ещё один снимок загрузим. Ну всё, я теперь всё же буду фоткать. Сейчас и Аврорку сфоткаем. И базу мою на закате сфоткаем. И плакатик сфоткаем. А теперь всё это дело загрузим. О, красотища. Правда, вот рука моя торчит. Это не красотища. Это не по фанчую. Уже ночь наступила. Давай-ка мы сейчас с тобой попробуем сканировать себя. Заражён. Неутешительный диагноз. Я лучше посплю. Сон всегда помогает. С добрым утречком. Сегодня у нас замечательный день. Всё-таки спасательная миссия по спасению меня самого. Но сперва нужно выпить кофейку. Мне, пожалуйста, два экспрессио. И чипсонов можно. Вот так, спасибо, спасибо. О, и две чашечки кофе сразу готовы. О, вот это утро. Даже пузян. Давай я тебе почешу по пузу, чтобы мне сегодня было везение и счастье. Этап первый. Нужно построить... Не, не спасательную ракету. У нас её ещё нет. Нам нужна пусковая платформа. Все ресурсы я уже собрал. Приступим же к строительству. Невозможно построить через... Необходимо строить на глубоководе. Да блин. Значит, пробуем ещё раз. О, получилось. Нифига ж я, она здоровенная, слушай. Так а может не переместиться с водного пространства на сушу? В принципе, на ней можно и домик построить. Домик у моря. Хе. Капец, она здоровенная. Ещё и закат. Вовремя строительство и начал. Вовремя строительства и начал. Хлупый! Вау! Вот это да! Ну-ка, поплыли на неё. Посмотрим, что у неё есть. Опа! Здрасте, мордасти. А вот он и я. Значит, здесь у нас будет стоять огромнейшая ракета. А вот это у нас что? Топливные баки или... А-а-а, ты глянь. Подожди. Подожди, 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 подожди. Что? Что это? Башня подъёмника Нептуна. Мы можем построить эту башню. Ну чё, дрончики? Притащил я всё. Давай попробуем построить. Опа! Музяка началась какая интересная. А где музяка? Это чё, птичё, что ли? Я думал, сейчас будет текшон. Вот это значит, что у нас подъёмник, да? Усо, подъёмник готов. Пойдём глянем, что мы можем там сделать. Чё у нас здесь есть? Так, вызвать лифт. Вызываем лифт, значит. Нажимая, ничего не происходит. Лифт! А где лифт? А, во, во, я на него встать должен. Он уже был вызван. Хей, вот я дубина. Значит, поехали наверх. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Ёмко поглядим на наш компьютер. Может, там ещё что построить. Действительно, смотри. Ускорители Нептуна. Пласталевый слиток у меня есть. Николевая руда есть. Аэрогель. Сделаем и комплект проводов. Ну чё, бобрики, давайте строить у меня этот ускоритель. Воу. Добегащие. Ускорители-то такие здоровенные. Ты такой, глянь на них. Ау. Да глядя-ка на эти ускорители. Подожди, получается, я сейчас поэтапно построю, в принципе, ракету. Кажется так. Сейчас вначале ускорители, а потом уже головную часть я построю. Ускоритель построен. Вот такой он здоровенный. Пойдём посмотрим сверху, как он выглядит. Вызываем лифт. Сейчас он спустится, сейчас, сейчас. Надо подождать немножечко. Давай, быстрее уже. Наверх мне. Наверх. Прыбли. Ну-ка, 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 ну-ка. О-о-о. Нифига себе. Смотри, там вроде как пролезть можно. Блин, разобьюсь, не разобьюсь. Давай попробуем. Прыгаем, короче, сюда. Ай, блиновато. Ну не совсем, конечно же, но терпимо. Короче, меня проглючило. Я думал, что кто-то куда-то может забраться, а нифига сюда нельзя. Спускаемся вниз. И смотрим. О-о-о-о, как меня заколбасило. Нифига себе. Так, осталось последнюю часть мне достроить, я так понял, правильно? Топливные баки. Нет, нифига, значит не последнюю. Для топливных баков. Кристаллическая сер. Нужна как раз, я её добыл. Кианит. И ионовая энергия ячейка. Блин, вот кианит я ещё не достал. Придётся крабом плыть на дно. И ионная энергия ячейка мне нужна. Где такая фиг её знает. Ну что ж, настало время вновь опуститься на дно и достать этот долбанный кианит. Всё, пока мы с тобой здесь развлекались, наши энергоячейки зарядились. Можно их забирать. А теперь попёрли на циклоп. Вот он наш циклопик. Император Морей. Чё-то я не понял, у меня как бы... Вот эти дверцы не открываются. Какого? Чё, сломалось что ли чё-то? Открывайся, блин! Рухлик. Твою ж налево. А, у меня ж батареек-то там нету, я ж всё вытащил. Походу из-за них ничего не открывается, да? Залазим, значит, так. Вручную. Так. Ни черта не видно. Фонарик. Сейчас, Император, ставим, мы тебе батареечки и заживёшь новой жизнью. О! Отлично. Ну-ка, попыточка номер два. О-о-о, да, всё заработало. Шикардос. О-о-о, у меня тут водоросли в циклопе. Ну вот мы и прибыли. К этой огроменной пещере, где мы оставили нашего кайдю. Так, тихо-тихо-тихо. Главное не врезаться никуда. Чё, заплываем в пещеру. Мы на глубине 400 метров. Нам осталось совсем чуть-чуть. И мы можем покидать циклоп, потому что дальше он не поплывёт. Отключаем наш гидролокатор. Здесь уже, в принципе, светло. Внимание! Превышена отметка критической глубины. Повреждения корпуса неизбежны. Всплывайте как можно скорее. Так, вот так вот, значит, мы оставляем наш циклоп. 488 метров глубины. Отключаем двигатель. Ну что, пришло время нашего краба. Спасательная операция краба кайдю. Вторым крабом. Садимся в нашего краба. Кианит, я иду за тобой. Крабики, привет. Я по вам соскучился. Но теперь у меня есть бур. Так что валите все в пекло. Знаешь, в чём минус? В том, что я нифига не помню, куда идти. А, во, кайдю. Вот ты где у нас. Погружаемся на глубину 700. 800. Да, почти 800 метров в глубину. Кианит где-то должен быть рядышком. Где-то здесь. Ну вот мы и дошли. Лавовый биом. Значит, опускаемся ещё ниже. Нам нужно найти тот самый ресурс. Кианит. Вон, вон он. Я его вижу. Вижу сейчас. Сейчас-сейчас соберём. Тихонечко приземляем наш пуканчик. Чтобы он у нас не подгорел. Наконец-то. Этот ресурс станет моим. Хе, как заядлый пират сказал. Что ж, забираем этот кианит. Столько, сколько сможем. Всё. Весь кианит мы добыли. Но помимо кианита мы ещё приобрели себе друга. Вот такого. А ну, пошёл вон. Присоска долбанная. Чё, пойдём ниже ещё спустимся. Поищем там кианитика. О, вон. Вон, вон, вон. Смотри, смотри, смотри. Блин, он тут опасно. Здесь лововый водопад, смотри. Интересно, меня не расплавит, если я здесь вот так вот встану аккуратненько? Всё. Кианит мы добыли. Ух ты, нифига себе, телепортеры. Как, не вовремя? Хотя нет, вовремя. Я как раз успел добыть кианит, и они мне не мешали. Так что всё, валим отсюда. Пока они меня не телепортнули. Там ещё ящерица прицепилась. Да что ж такое-то? Ух, нифига себе, сколько ящериц, ты посмотри. Блинский. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Где моя пушка? Фаза пушка. Пошёл вон. Замёрзнете. Не с места нафиг. Блин, кажется, зря я это сделал. Быстрее обратно. Обратно. Залазим. И тихонечко отсюда бежим. Пока они вот так вот там тусят. А, они... Всё, они из шара исчезли. Куда-то телепортнулись. Слушай, у меня появилась идея. Как насчёт этого королевского императора? Попробуем его сейчас... Так, тихо. Попробуем сейчас его заморозить. Нашей пушкой. И отсканировать. Получится у нас это или нет, сейчас мы узнаем. О, заболел его. Вот он ты где, красавчик. Ну чё, давай сразимся с тобой. Ну как, сразимся? Я просто хочу тебя отсканировать. Вылазим, значит. Достаем нашу фазу пушку. Ну-ну-ну-ну-ну. Получится, не получится? О-о-о! Это было очень больно. Можно сказать, что из меня сделали шашлычок. Такое поджаренное место. Ну чё, дубль два. Давай, иди сюда. Кмон, бэби. А чё, если я попробую к нему прикрепиться? Краб... Не, это плохая идея. Это плохая идея. Цепляемся! Ой! На тебе, на тебе! Я не думал, что он захочет меня закусить. Блин. Давай, 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 пупчик. Мне нужна твоя пузо. Есть! Я зацепился за его пузо. Зацепился! Давай, давай, тащи меня, тащи. Только не в рот, пожалуйста. Только не в рот. Давай. Подтягиваемся к нему. Отлично. И... Вылазим. Фаза. Ну давай, давай, давай. Да что ж такое? Я-то не могу по нему попасть. Он слишком быстро. Слишком быстро. Для этой пушки. О, здесь ещё и телепортеры появились. Так, кажется, мне пора сматываться. Где-то телепортер. Подожди немного, братюнь. Подожди. О! Нифига себе! Шарился я по горе, шарился. И нашёл, смотри, чего. Проходик. Ну-ка, пойдём внутрь зайдём. Чё это у нас здесь есть? Не вижу яйцо. Надо бы собрать. Образовавшийся в данной области вулканический камень имеет углеродный возраст в промежутке от 800 до 3000 земляных лет. Это круто. А чё вот это такое? Можно я? Оп! Я хочу это подобрать. Можно это? Соберу каким-то... Я-я яйцо расколотварил! Я яйцо, между прочим, забрать хотел. Ах ты ж краб. А теперь могу подобрать вот этот осколок? Нет, не могу. Вот же ж, блин. Ладно. Поищем новое яйцо. Ещё одно яйцо, смотри. Или это нифига не яйцо, а какая-то фигня? Да блинский, где? Где? Вылази! Сейчас я тебя распилю напополам. Так, давай быстренько попробуем выползти и забрать вот эту штуку. Да, это яйцо всё-таки. Залазим обратно в крабы. У меня очень мало хпшки. Это прям не круто. Значит, яйцо мы подобрали. Смотри-ка, здесь прям такие дорожечки проделаны. Спица... Ух ты, база! Проход к базе. Так, и чё? И как? Так, походу мне нужно туда лететь. Главное, знаешь чё? Главное, в лаву не упасть. А то будет очень больно. Осталось только понять, где здесь вход. Значит... Давай попробуем... О, вон, вижу! Залетаем сюда! Здрасте, мордасте! Я слышу всякие странные звуки. Ух ты, сколько ионных кубов! Офигеть! А ты глянь! Смотри, это пауки! Металлические пауки! Офигеть! А они, кстати, интересно, опасны или нет? Ну-ка, давай попробуем вылезти. Паучки! Идите сюда! Интересно, чё эти паучки делают? Ну, конечно, вот то, что это гора ионных кубов, это вообще офигеть. Для сбора этого ресурса требуют... Подожди! То есть я крабом могу разбурить... Нифига себе! Я могу разбурить ионный куб! Ну, давай это сделаем. Чё бы нет. Вон, вон, смотри, паучок, паучок вылез. Паучок! Ты кто такой? Можно я тебя сканировал? Подожди, не убегай, не убегай, не убегай! Где эта пушка? Подожди! Стой, говорю! Стой, говорю тебе! Да блинский! Залезть не могу. Чё, достану, не достану? Достану! Кто это такие? Надо изучить. Инопланетный робот. Данное устройство по происхождению инопланетное. Хотя его конструкция относительно проста. Его относительная безвредность идёт вразрез с продвинутыми технологиями, которые, по всей видимости, были доступны его разработчикам. Что свидетельствует о том, что оно предназначено больше для патрулирования инопланетных комплексов и ремонта повреждённой инфраструктуры, а не для защиты от вторжения. Оценка, обездвижить и доставить корпорации Альтера ради взаимной выгоды. Интересно. О! Смотри, он по мне ползает. Можно я тебя как-нибудь соберу? Заберу. А если я тебя ударю? Ну, ему на самом деле по барабану. Я понял. В общем, собрать я тебя никак, к сожалению, не смогу, да? О! Я его буром расколбасил. Ну вот, одним паучком меньше. Что ж, продолжим расколбасы онного куба. Всё, ионный куб расколбашен. Посмотрим, что у нас здесь имеется. А имеется у нас здесь огроменный телепорт, ведущий непонятно куда. Так. Что если мы поставим здесь... Вставить ионный куб, пожалуйста. Интересно, куда этот телепорт нас приведёт? Вью! Ну чё, пойдём на разведку, глянем, куда мы телепортнёмся. Не понял. Не понял, не понял. Где это мы? Куда это мы прилетели? Подожди. Мне кажется, что мы на базе. Ага, точно. На базе инопланетян, где установлена пушка. Шикарно. Теперь не нужно так далеко плавать. Здесь у нас есть телепорт. Так, ну с этим телепортом мы разобрались. Пошли дальше. Чё-то слышу, здесь двигается. Опачки. Двери закрыты. А там что-то вон лежит. Любопытно. Вставить скрижаль. Сбегал я, короче, обратно до циклопа. И забрал оттуда три скрижали свои. Вставляем скрижаль. Чпок. Вставили. И я всегда хотел попробовать забрать её отсюда. А нифига не получается. Она, видимо, одноразовая. Не. Теперь понятно, почему их можно делать. Чё у нас здесь? Твою ж налево. Серьёзно. Это голубая скрижаль, которая поможет мне добраться до королевы. Ух ты, ё-моё. Давай её быстренько отсканируем. Офигенно. Просто круть. Синяя скрижаль. То, что мне нужно. То, что я долго искал. Обалденно. Всё, наконец-то я к ней попаду. Жди меня, королева. Скоро я к тебе приду. Так, чё у нас здесь? А, подожди. В крап над залезь. А то, мало ли, вдруг тут небезопасненько. Иди сюда. Ко мне. Да иду я к тебе, королева, иду. Сейчас я только тут всё исследую. Здесь у нас красненьким светится это проход. То есть у нас здесь два входа-выхода. Мы спустились на минус первый этаж. Точнее спускаемся. Сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Ага, ещё одна закрытая дверь. Есть у нас база данных. Давай посмотрим, что там написано у нас. Данные по ископаемым. Ну, это неинтересно читать. Давай возьмём ещё ионный куб. Ну и поставим ещё одну скрижальку. Так, скрижали у меня осталось всего одна штука. Да, одна штука. Нужно их расходовать очень целесообразно и разумно. Что это тут прям такое цверкающее происходит? Я не понял. Мне сюда вообще можно? У меня здесь током не шандарахнет. Похоже, знаешь на что? На установку Тесла. Которая током шандарахает. Так, ладно. Я всё-таки осмелюсь сюда подойти. Надеюсь, меня не испепелит молнией. Что у нас здесь? Местоположение главного инопланетного комплекса обновлено. Вулканическая область, соединённая с данной пещерной системой, на юго-юго-востоке отсюда. Вот так-то мы и нашли главную базу. Но это, скорее всего, где королева сидит. Вот эту штуку я могу отсканировать. И это инопланетная теплоэлектростанция. Угу. Короче, это местная Тес, которая снабжает энергией все базы инопланетян. Это я понял. Давай поднимемся на второй ярус. Что у нас тут спрятано? Ух ты! Смотри, 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 смотри. База данных подсвеченная оранжевым цветом. Что ж там может быть-то? Синтезирование чертежей ионной энергии из инопланетных данных. Вау! Ты прикинь, что это значит? Это значит, что мы сможем делать ионные батареи. Точнее, ионное топливо для ракеты. Твою ж налево. Я собрал кианит, так ещё и ионное топливо получил. Два зайца разом. Это получается, что мы точно отсюда с тобой свалим. Ништяк. Ништяк, ништяк. Так, я здесь всё обыскал, всё собрал. Вроде бы да. Ну что ж, я так понял, что здесь мы всё обыскали. Пойдём теперь к нашей королеве. Ну да, вот я гляжу на юго-восток, и там наш козю. Это значит, что там основная база инопланетян. Ну что, сейчас начнёт самый экшен. Потому что глубоководность у меня нифига не 1400 на крабе. 1300, я так и не увеличил её. Потому что у меня не было тогда кианита. Но кианит у меня есть сейчас в хранилище. Короче, ладно, спускаемся. Спускаемся, спускаемся. Текущая критическая глубина 1300. Значит, будем, как в прошлый раз, потихонечку чинить нашего крабика. Наконец-то Кайдю. Наш старый добрый робот. Первопроходец. Я к нему вернулся. Правда, я не знаю, как я двух роботов буду поднимать на поверхность. Я думал, что я сюда на циклопе прилечу. А, приплыву. Но, видишь, циклоп всего на 500 метров в глубину может погрузиться. Вот мы и прибыли. Итак, два краба в одном месте сошлись. Ты посмотри, просто вообще, просто... Один сидит, друг... Ух ты, как он близко подплыл-то, император. Ну чё? У нас с тобой есть синяя скрижаль в этот раз. Вот она. Вставляем её сюда. Наконец-то, наконец-то мы зайдём вот сюда. Давай быстрее, исчезай. Вау, 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 вау. Нифига себе. Знаешь, мне сейчас кажется, что, как во всяких гробницах, тут повылазят ловушки, всякие пилы или стрелы будут метаться из угла в угол. Отравленные. Ну, вроде бы, вроде бы... Я вижу там кучу ионных кубов. Перевод местного инопланетного вещания. Внимание! Программа по разработке вакцины прекращена. Проект по инкубированию яиц императора прекращен. Живые образцы уничтожены. Ну, вот. Чё начал? Воу, 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 воу. Что это? Прикольная штука какая плавает, любопытная. Инь-янь. Слушай, на инь-янь похоже очень. Давай сканернём. Ага, тут и написано. Концепция инь-инь-янь. Инопланетная статуэтка. Щит капитана Америки из будущего. Хе. Голографический проектор. А, ну это проектор. Все мы знаем, что это такое. Примитивная скрижаль. То есть скрижали раньше выглядели вот так. Потом их усовершенствовали, да? О, воу, воу, подожди, это же сабля. Древний клинок. Как у нас, у человеков. Древний земной клинок, датируемый 18 веком. Пробы крови на клинке соответствуют ДНК семей разных глав государства этого периода. Данная улика подкрепляет теорию, что инопланетяне являются древней космической цивилизацией, занимающейся тайным изучением менее развитых видов. Так, есть что еще? О, вон там еще можно сканировать что-то. Блин, сколько здесь всего интересного. Ой. Что-то я запустил. Что-то запустил. Нет, нет. Я еще здесь не все отсканировал. Подождите, пожалуйста. Ожерелье какое-то. А, нет, это инопланетный объект. Давайте сканим, что это такое. Инопланетный строительный блок. Имплант слежения. Тоже из названия все понятно. А это у нас расщепитель органической материи. Ого. Звучит устрашающе. Давай почитаем, что он делает. Данное устройство содержит крайне нестабильный радиоактивный изотоп, способный уничтожить любые организмы. Ой, ух, что это было. Ты че? Вы же не кусаетесь. Вы офигели что ли, э? О, еще одна скрижель походу, да? Устройство перевода. Данное устройство хранит лингвистические данные о более чем тысячи разных языках. Центральная часть устройства позволяет читать и переводить инопланетные тексты. Устройство, по всей видимости, спроектировано для перевода на язык создателя. Оно не работает в обратном направлении. Эх, плохо, что оно в обратном направлении-то не работает. А здесь чего? Ты че-нибудь здесь видишь? Отсканить можно. Пустая витрина. Ну давай сканернем. Нанороботы. Сканирование показывает некую форму высокотехнологических нанороботов, содержащихся в данной с виду пустой витрине. Ну что, вроде бы мы здесь все так обсмотрели, исследовали. Но я вижу здесь еще несколько проходиков. Смотри, там, там, там. Здесь. Короче, шесть проходов еще есть. И седьмой центральный. Вон тот. А также наверху есть база данных. Пойдем поднимемся, посмотрим, что у нас там. Здесь еще один проход. Капец, огромная база какая. Давай заглянем. Воу. Воу-воу-воу-воу. Что это у нас тут? Кого я вижу? Это же телеп... А, нет. Это не телепортер. Это какое-то другое существо. Сохраненный плод. Эмбрион морского императора. Объект, найденный в консервационной емкости, скорее всего, является детенышем взрослой особи, удерживаемой в комплексе. Че это за фигня такая? А, это походу яйцо морского императора. Оболочка яйца морского императора. Ну да. Ну, с детенышем морского императора мы разобрались. Давай почитаем базу данных. Фирамент-42 В общем, инопланетяне нашли Левиафана, именно морского императора, поняли, что у него есть фирамент-42, то есть вакцина против бактериальной инфекции Хара. Тогда инопланетяне решили поймать этого морского императора и посадить его в свою лабораторию, которую они очень круто благоустроили для проживания данного морского императора. Ну а чтобы воссоздать окружающую среду вокруг морского императора, инопланетянам пришлось создать телепорты, которые мы, собственно, с тобой и видели, через которые они путешествовали и таскали местную флору для этого Левиафана. Но это не увенчалось успехом, и Левиафан все равно стал очень быстро угасать, и в итоге телепорты решили запечатать, потому что они не приносили пользы. Давай-ка зайдем в первый проход, посмотрим, что у нас здесь есть. Телепорт. Все, я понял. До меня дошло. Шесть вот этих проходов это телепорты. Ну что ж, давай тогда мы их все активируем. Опа. Где-то мы. Не понимаю. Похоже на какой-то островок или не островок. Грибы. Грибы на острове были? Ага. Значит мы все же где-то под водой. А где мы под водой? Понять не могу. Вон там вот наша база. О, мы в тысячи метрах от нашей базы. Мы вернулись и идем к следующему телепорту. Комната номер два. Куда приведет она? О, почти. А здесь? Данная комната, по-видимому, представляет собой биологический архив. Более сорока образцов яиц местных видов в различных состояниях развития. Ну что ж, пойдем посмотрим, чего у нас. Нифига себе архивчик. Ого. Ого-го, какой он здоровый. Капец он огроменный. А это что за яйцо такое? Блин. У меня такого яйца нет. Смотри какой циклоп. Обалдеть. Жалко, я отсканировать его не могу. По-любому, где-то такой есть. Это же образцы со всей этой планеты. Так что, вероятно, я где-то упустил такое яйцо. А может быть, это древнее яйцо, которое они добыли несколько тысяч лет назад. И такого уже нигде нет. О, смотри, какой камер. Я, кстати, где-то его видел. Точно. На прошлых базах. Такое, не знаю, не видел нигде. Вроде бы не видел, да? О, здоровенный какой. А, подожди, это не левиафановское яйцо. Спинарифа, которое. Вполне похоже. Ну, эти все яйца я видел. Я их собирал. За исключением парочки. Тут яйцо изъято вон оно сверху. Интересно, я не смогу его забрать? Можно я его заберу? Пожалуйста. Как-нибудь его схватить? Нет, не получится вырвать. Да. Ага, ага. Вон там какое-то любопытное. Там вон прям эмбрион видно. Что это за яйцо? Непонятно. Интересно, любопытный такой музейчик. Если бы существовал такой в реальности, я бы в него сходил. Очень любопытно. Давай почитаем, что в базе данных. Данные по исследованию левиафана. Морской император. А-а-а. Они, в общем, брали фирамент 42. Ну, это инъекция от Хары. И вводили их в яйца. И по идее, рожденные из этих яиц существа должны были иметь иммунитет к болезни Хара. Идем в третью комнату. Что у нас там? Ну, телепорт, покажи свои закрома. А-а-а. Здесь мы были. Короче, мы рядом со входом в эту пещеру. Где лавовый биом находится. Возле капсулы номер два. Мне кажется, что здесь есть что-то интересное. Здесь нет телепорта. О-о-о-о. Это же система фильтрации. Так вот оно куда идет. Для поддержания королевы. И тут-то мы видим плавающих пескунов. Которые по этим вентиляциям плавают спокойненько. Ого. Там еще и нижний этаж есть. Любопытно. Туда можно как-нибудь спуститься? По поводу пескунов оказывается так интересно. Так что послушай. Выпускные трубы кишат пескунами. Плывущими обратно на поверхность. Особи не проявляют симптомов инфекции. Все сканированные особи переносят фирамент 42. Которые согласно данным подавляют рост бактерий. В остальном желудочные полости особи пусты. Что предполагает, что они опустушили содержимое перед тем, как войти в трубы. Оценка. Если пескуны приспособились распространять фирамент через трубопроводную сеть. То это могло бы частично объяснить механизм, как жизнь на этой планете пережила бактериальную эпидемию. Получается, что благодаря этим пескунам на планете еще не было эпидемии Хара. И планета еще кое-как существует. Ну а я, по крайней мере, не так быстро загнулся, потому что я этими пескунами питался. Хотя не факт, что именно теми пескунами, которые ели этот фирамент. Я думаю, что на сегодня нам впечатлений хватит. Кстати, давай посмотрим, а какая скрижаль нужна здесь, чтобы пройти дальше. Синяя скрижаль. У меня была всего одна, и ее мы использовали уже. Так что придется вернуться на базу и сделать новую скрижаль. Но это уже будет в следующей серии. Если тебе понравилось, то есть тебя лайкос, комментос под видос и подписочка, если ты еще не подписан. Чувствуешь, что финалочка уже где-то рядом. Скоро мы отсюда с тобой улетим. Ну а на этом все, тебе удачки и пока. Субтитры сделал DimaTorzok